Приветствую вас, Сергей. Давайте мы с вами рассеремся с тем, что вы написали. Во-первых, хочется сказать, что сама по себе ваша женщина достаточно травмированный человек, судя по тому, что вы о ней пишете. Достаточно травмированный, не хочу сказать, что проблемы нет, это, наверное, было бы неправильно так говорить, вот. Но травмированный, травмированный двумя неудачными браками, травмированный за счет своей очевидно заниженной самооценки, травмированный за счет того, что, видимо, ну, как-то вот резко, быстро доверяются людям, ну, судя, опять же, потому что вы пишете, да, вот. Ну и явно имеющие некие негативные аспекты в своем поведении, потому что два неудачных брака, два ребенка, как бы о чем-то говорят. И то, что вы описываете сейчас, ну, очень похоже просто на такую историю, как страх близости. Вот просто страх у человека заближения и все. То есть, на какое-то время она, значит, там, открылась, раскрылась вам, а после просто-напросто начала бояться, ну, подпускать вас к себе, потому что, как бы, опыт есть. Вот. А работа, соответственно, проработка своих проблем, у нее, судя по вашему описанию, ну, не идет. Вот, так вот, как бы, ну, этого не происходит, правда. И мне кажется, что вот ключевая, одна из ключевых проблем в том и заключается, что... Ей нужна психологическая помощь, вы не психолог, а к отношениям она действительно-действительно не готова на данный момент. Этому ведь больно признавать, но это правда. И... По моему мнению, по моему мнению, как бы, она ведет себя абсолютно естественно для своего состояния, для своей истории. А вот, ничего такого сверхнеобычного в ее поведении я не увидел. А вот, по крайней мере, исходя из того, что вы описали. А, нужны ли вы ей? Да, нужны. Возможно, нужны вы ей больше, чем она это демонстрирует, но... Все-таки, эм... Неудачный брак, два неудачных брака, все-таки, это... Достаточно тяжело. Эээ... Ну, сказывается на... Эээ... Личности. Вот. Поэтому... Я думаю, что... Боится... Просто, просто боится... Подпускать... Эээ... Себе... Вас. Вот. Теперь, что касается вас. Ну, во-первых... Хочется сказать, что есть, наверное, некоторая... Не странность, а есть некоторый интерес. В том, что вы пишете, что, по сути, около трех, может быть, и больше лет, вы ждали человека, а вы, как бы, сяготили к ней, вы испытывали к ней чувства, и... Да, вы были рядом, да, вы ей помогали, но то, что вам сейчас тяжело... Судебствует о том, что эти чувства вы, в том числе, воспринимаете, как свою собственную борьбу, свои собственные желания, свою собственную потребность, понимаете? То есть, вы говорите, что вас тяжело её отпустить. Знаете, вот есть... В психологии такое понятие, как психотик. А... Ну, это... Немножко устаревшее сейчас уже слово, на мой взгляд. Но... Ммм... Вот... Психотик, это человек, который нуждается в ком-то. Так? Вот вы производите впечатление человека, который нуждается в том, кому он особо не нужен. Точнее, нужен, но не так сильно, как, например, она нужна вам. То есть, вы три или больше лет ждали её, ну вот, ждали, натурально ждали её. Ну, на мой взгляд, это свидетельствует, ммм... Как минимум, о том, что... Что вам... Что есть что-то важное. Есть что-то важное и значимое для вас в чувствах к ней. Вопрос заключается только в том, что именно. Вот что для вас значимо, почему вам так тяжело, к примеру, её отпустить. Почему вам так трудно, к примеру, да, её отпустить. Если она вот говорит, что не хочет. И вот этот момент, момент, когда именно вам тяжело, хотя у человека проблемы. Вы не можете дать ей то, чем она нуждается, к сожалению. Даже при том условии, что вы действительно настроены по отношению к ней, искренне, позитивно. Вы действительно хотите ей помочь. Я верю вам. Я верю. Я верю, что вы настроены к ней. Но... Когда она говорит, что... Ну вот... Что вы эгоистичны, что вы думаете о себе. Отчасти это выглядит действительно так. Потому что очевидно, по вашему сообщению, что вы за счет неё пытаетесь что-то получить. Вы, конечно, вот, говорите, да? Значит, я пытался выбить хотя бы ещё и сред. Выбить. Вот. Понимаете, да? То есть, как бы это... Ну... Вы извините, конечно. Но это явное неуважение... К... 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 К выбору человека, да? Это явное неуважение к личности человека. На мой взгляд, опять же. И... Почему вы хотели выбить среду? Потому что это было нужно вам. По сути. Это было нужно именно вам. И это было нужно только вам. К сожалению. И она чувствует, что вам от неё что-то нужно. А её предыдущие мужчины... Её предыдущие мужчины... Точно так же нуждались в ней. Как и вы нуждаетесь сейчас. Понимаете? Её предыдущие мужчины точно так же хотели от неё... Чего-то. Как и вы сейчас хотите. Ну... От неё. И это, конечно, её... Очень... Вот... Сильно тикатит. Понимаете? То есть... Слишком... А... Велика... Вероятность... А... Повторения вот этого сценария. Который у неё уже был. И я вам... А... А... Могу... Сказать... А... Больше, что этот сценарий, он... Ну... Он... Действительно, да. Он действительно повторяет этот сценарий. Он... Действительно... Эм... Эм... Ну... Проявляет себя. Он... Эм... 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 Действительно, этот сценарий, он выглядит... Эм... 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 Вот... Так... Что... Вы... Просто... Эм... 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 Хотите... Эм... 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 Что-то от неё получить. Вот. Ну... Для себя. Понятное дело. Для... Для себя вы хотите что-то получить. Это... Очевидно. Вот. И ей это не нравится. Вполне возможно, что она в этом смысле... Эм... Просто... Эм... Как бы... Чувствует, что ситуация постарается и ей страшно. Вот. Потому что... Защитить... Себя... Именно защитить... Она не может. Ну... Сомневается в своих силах, по крайней мере. Эм... Эм... Сомневается в своих силах. Эм... Значит... Эм... 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 Ну... По защите себя. Сомневается в том, что она... Ну... Эм... Сможет это сделать. Вот. Эм... Ем... Эм... 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 Вначале посмотреть, почему так сильно вы хотите быть, почему вам так тяжело, что вот вы пишете, хочется выйти, прочее, прочее, прочее. Почему? Я не говорю, что это прямо плохо. Не хочу сказать, что так не должно быть. Нет. Речь просто о том, чтобы она не ощущала ваших желаний на себе. Чтобы она ощущала, что вот если вы хотите что-то сделать, то хотите это сделать для нее, не для себя. Но для того, чтобы вы реально могли это сделать, для того, чтобы вы реально могли это реализовать, чтобы вы могли претворить это в жизни. Вам для этого нужно быть удовлетворенным. Знаете, какая штука? Вам нужно быть удовлетворенным. Вам желательно чувствовать, что вот вы удовлетворены, что ваши желания удовлетворены, что ваши потребности удовлетворены. А этого пока нет. И волей-неволей вы чувствуете себя от нее зависимым. Это зависимые отношения, которые у вас сейчас. Все зависимые, я бы даже сказал. Можете почитать об этом в интернете. Вы пытаетесь ее спасти, а она жертва. Она всегда была жертвой. Ну, по крайней мере, по вашему описанию, она выглядит как именно жертва. И это не обвинение какое-то, да. Это не что-то плохое обязательно. Нет. Но это просто дальность, которую вам нужно признать. Это дальность, которую вам желательно признать. Для того, чтобы лучше отдавать именно себе отсчет в том, что происходит. Понимаете? Вот. Поэтому, если вы, к примеру, поработаете со своими желаниями, да, если вы посмотрите, почему вам так тяжело, если вы посмотрите, чем эта девочка для вас стала такой важной, да, если вы раздрете свои чувства к ней и отграничите то, что вы хотите по отношению к ней, по отношению к себе, что ситуация, возможно, будет гораздо лучше, чем сейчас, чем вот на данный момент. И вы, вполне возможно, вполне возможно, с девочкой сможете выстраивать более такие вот, ну, качественные отношения, которые не будут, ну, завязаны, да, которые не будут завязаны на, вот, ваших потребностях. Мне думается, так, примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. Кроме того, вы пишите, что вы с ней ругались, то есть, вот, у вас с ней были, ну, какие-то, вот, ссоры. За эти ссоры вам, ну, также желательно взять ответственность на себя, то есть, понять, почему вы с ней, вот, ссорились. Опять же, я вас не обвиняю ни в чем, не хочу, чтобы вы думали, что я вас именно обвиняю, но, вот, если вы в этом разберетесь, для себя хотя бы, ну, ситуация будет гораздо лучше, чем она сейчас обстоит. То есть, условно говоря, вы не свободны в отношениях с девочкой. И, возможно, ну, возможно, никогда не были, не были свободны, свободны, ну, вот. А это очень чувствуется, особенно, если человек, там, пережил какие-то, вот, ну, какие-то проблемы, да, какие-то трудности и так далее. Ну, вот. Поэтому, я думаю, что, примерно, примерно, примерно так можно вам ответить. Вот. Я отдаю себе отсчет в том, что вам, возможно, это не было приятно. То, что я, то, что я, то, что я, вот, вам сказал и озвучил. Вот. Но суть, как бы, от этого, к сожалению, не меняется. Вот. Девочка хочет, ну, как-то, вот, надежные, надежные отношения. Вот. А вы надежных отношений и пока сюда не можете. Почему? Потому что, вот, ситуация складывается, ну, вот, так, что вы, ну, сами чем-то нуждаетесь. Вот. Я не считаю, что это прямо уж что-то плохое, да, я не считаю, что вы, ну, что вы, ну, знаете, что-то прямо такое негативное делаете. Вот. Я так лично не считаю, но мне представляется важным вот этот вот момент, вот этот момент мне представляется важным, значит, чтобы его, ну, чтобы его раскрыли. Вот. И, да, придется, возможно, набраться, набраться терпения. Ну, вот, придется, возможно, ну, как-то, действительно, осторожно подходить, ну, к взаимодействию с ней. Вот. Если вы, ну, если вы решили, вот, выбрать, если вы выбрали ее. Такая вот история. Такой момент. Поэтому, я думаю, что ответить вам можно на ваш вопрос примерно так. На этом все. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам было полезно. Эмм... То, что я сказал, надеюсь, что это было для вас познавательно. Вот. Я надеюсь, что вы сделаете выводы для себя. И, эмм... После этого уже сможете двигаться дальше. Эм... Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что, эм... Ну, что ситуация самым лучшим образом для вас разрешится. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok